Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Мои циклы и видео посвящены тому, как улучшать качество жизни. И каждый рассказывает о том, в какой-то степени, как можно это улучшить. Вчера я рассказывал о полной свободе, о том, как ее достичь. Сегодня мы продолжим с темой о том, как справляться с подавлением жизни, потому что буквально сегодня общался с Еленой, и она задавала вопросы по этой теме. И могу рассказать об этом более подробнее, потому что подавление присутствует так или иначе в нашей жизни постоянно. То есть на нас пытаются воздействовать, как-то зацепить, лгут и, соответственно, манипулируют сознанием. То есть происходит что? Что мы начинаем в это все вовлекаться. То есть вовлекаться в каком плане? То есть мы начинаем вестись на ложь, на манипуляцию, и наше сознание запутывается. То есть мы начинаем, ну, скажем так, не знаем, чего мы хотим. То есть как можно манипулировать человека? Можно ему солгать, и он будет думать, что это правда, и, соответственно, действовать на основании этой правды. В этом плане очень хорошо преуспели средства массовой дезинформации. То есть что они делают? Они нам постоянно лгут, вызывают хаос, какое-то апатичное состояние, состояние такое, когда мы не знаем, как быть, что делать, куда двигаться. Вот, и появляется состояние апатии, и человек зачастую просто перестает что-либо делать. Или начинает суетиться, там, нападать на своих друзей, на людей. Вот, то есть происходит состояние войны хаоса. И вот, когда человек подавлен, то есть он начинает болеть. То есть почему происходит болеть, да, на самом деле? Нам говорят, что это вирусы, бактерии, паразиты, пугают нас всем этим. Да, это все присутствует, безусловно, и я это не отрицаю. Но второй, как бы, важный момент, который происходит у человека, это то, что на него влияют. То есть влияют вот этим вот негативным образом. То есть, и, соответственно, у человека состояние начинает ухудшаться. То есть появляются те моменты, когда он становится подавлен. То есть на него влияют каким образом? То есть говорят ему, ты там никудышный, ты там ни на что не способен. У тебя там, ну, скажем так, нет совершенно, там, не знаю, призвания этим заниматься. Да, или там пытаются как-то еще его подавить или обесценить. То есть, и все это влияет на человека в том плане, что он начинает ухудшать свое состояние. То есть у него появляется подавленность, он начинает болеть. И это происходит не просто с чужими людьми, это зачастую происходит с близкими людьми. То есть, когда на вас оказывают какое-то влияние, говорят, ну, ты там никакой, да, ты там абсолютно ничего не стоишь. Да, и, соответственно, у человека ухудшается состояние, он начинает выпадать из этого своего хорошего состояния, впадает в депрессию, в апатию. Вот, и потом человеку говорят, а, ну, еще больше на него давят. Соответственно, состояние еще ухудшается, и, то есть, он уже не знает вообще, куда действовать, как действовать. Вообще, ну, то есть, состояние, как говорят, опускается ниже плинтуса, и потом ему еще говорят, ну, если ты уже больной, тебя надо лечить. На тебе таблетки, мы тебя там в больницу и так далее. То есть, соответственно, что? У человека состояние ухудшается, и он уже не может выкарабкаться из этого. То есть, цель – это обнаружить это подавление. Кто вас подавляет? Это может быть даже какой-то близкий человек, муж, жена, там, брат, сестра, мама, папа, там, сын, дочь. То есть, да, вот такое чаще встречается даже, чем чужой человек. И, то есть, бывает, конечно же, что это и какой-то человек, коллега по работе или друг. То есть, ну, выявить этого человека по определенным чертам. То есть, он будет сообщать какие-то негативные новости, он будет вас обманывать, будет манипулировать вашим сознанием, он будет нечестный, неоткрытый. То есть, он будет говорить об общении мимо. Все же так говорят. То есть, существует на самом деле 15 черт антисоциальной подавляющей личности, которая будет создавать для вас опасность и будет приводить вас в состояние апатии, безжизненности, в состояние страха. И в то же время существует 15 черт социальной личности, которая говорит, передает в основном хорошие новости, она сообщает источник информации, она даже если, ну, скажем так, есть что-то плохое, она старается об этом умолчать, чтобы лишний раз не беспокоить человека. Вот, то есть, соответственно, зная отличия социальной личности от антисоциальной, вы сможете распознать, во-первых, социальную личность. И не то чтобы охотиться на ведьм, то есть, как-то там бороться против антисоциальных личностей, да, то есть, не в этом дело, а в том плане, чтобы определить социальную личность и поощрять ее, то есть, общаться с ней и, соответственно, ну, как бы взаимодействовать с социальными личностями. Вот в этом-то и призвание, да, то есть, существует книга, да, например, «Преодоление подъемов и спада в жизни» и одноименный курс, который помогает человеку выявлять социальных и антисоциальных личностей и, соответственно, проводить улаживание, то есть, справляться с подавлением. То есть, как? Первое, это важно в том, чтобы, во-первых, отсоединиться от подавляющей личности, если она на вас оказывает сейчас воздействие, и повысить свою причинность, свою ответственность, чтобы вы могли в дальнейшем, если вы столкнетесь с подавляющей личностью, не подавляться, а осознанно справляться с ней, то есть, быть причиной, не следствием ее подавления, а причиной. То есть когда вы причина, то есть вы можете брать ответственность за эту ситуацию и не подавляясь общаться с любой личностью, с любым человеком и быть осознанным. То есть самое важное это проработать внутри те вещи, которые она в вас цепляет, чтобы она в вас не цепляла и вы могли осознанно с ней коммуницировать, общаться. Вот таким образом происходит этот процесс. И соответственно я провожу это обучение и сессии онлайн. То есть я могу помочь вам распознать ситуацию, если у вас происходит жизнеподавление, болезнь, депрессия и помочь справиться с этим. Давайте сейчас сделаем небольшую сессию, посмотрим как это работает. А потом, если у вас появится желание, можно будет записаться на бесплатную консультацию. Сейчас сядьте, лягте в удобном месте, закройте глаза и создайте пространство для сессии с помощью своего внимания, намерения. Дальше ощутите себя в этом пространстве, как сознание, ваше тело в этом пространстве. И почувствуйте, где вы находитесь в этом пространстве. Напомните это пространство любовью. И посмотрите, есть ли у вас в вашем сознании, в окружении кто-то, кто влияет на вас негативным образом. Будь это какая-то личность, да, или что-то, что оказывает на вас подавляющее воздействие. И посмотрите, как это проявляется, в каких случаях это проявляется, когда это началось. То есть исследуйте это, посмотрите глубже на это, то есть не отстраняйтесь, а наоборот, посмотрите глубже. Потому что обычно в жизни хочется отстраниться от подавления. Вы посмотрите, в каких случаях это проявляется, как это воздействует на вас. Исследуйте это. И дальше перепроживите эти случаи от более позднего к более раннему. Вы так двигаетесь к самому раннему случаю, перепроживая каждый встреченный случай и найдите самый первый раз, когда вы, к примеру, столкнулись с этим подавлением, с этим человеком, посмотрите, что тогда произошло, как это воздействовало на вас, что сделал человек, то есть какое подавляющее действие он совершил. То есть осознайте это и возьмите за это ответственность. И дальше посмотрите, как вы хотите это урегулировать. То есть вы хотите продолжить как-то отношения с этим человеком и, скажем так, повысить свою причинность в отношении этого, или вам проще просто отсоединиться от него и не общаться с ним, по крайней мере, какое-то время, чтобы вам стало легче и вы смогли лучше повысить свою причинность. То есть тут вы выбираете, да, на самом деле нету какого-то такого рецепта, вот как правильно поступить универсально, да. Важно посмотреть, что этот человек представляет, да, то есть и возможно это было, скажем так, подавление единый раз, а может быть этот человек продолжает подавлять вас. То есть вы должны принять решение, как вам лучше отсоединиться, либо же урегулировать эту ситуацию и взять на себя полную причинность в отношении нее. Самое главное, чтобы вы смогли справиться с подавлением. Вот таким образом. То есть вы прорабатываете это подавление и повышаете свою причинность. Если что-то у вас не выйдет, не получится, вы можете обратиться ко мне за бесплатной консультацией, я проведу ее. Дальше мы сможем провести обучение онлайн по преодолению подъемов и спадов жизни, о том, как справляться с подавлением. И сделаем сессию, где мы разберем конкретно вашу ситуацию и индивидуально проработаем это подавление, чтобы вы в дальнейшем не подавлялись. И уберем те внутренние скрытые мотивы, которые у вас этот человек включает, рестимулирует и, соответственно, воздействует на вас, то есть манипулирует вами. То есть мы с этим справимся и, соответственно, вы сможете легко общаться, коммуницировать дальше с людьми. И это не будет оказывать на вас подавляющего влияния. При этом идут негативные последствия, то есть болезненные ощущения, депрессия, подавленность и так далее. Для записи на консультацию достаточно написать мне в любой соцсети или в вайбере. Все мои контакты указаны будут под этим видео. Также под видео указаны мои книги. Это «Мир и вечное познание. Полное исцеление». Вы сможете их почитать по ссылкам в описании. Если что-то, опять же, не можете там скачать, что-то не получается, напишите мне личные сообщения в вайбере, и я смогу вам эту книгу выслать, отправить. Поэтому смотрите видео, читайте. Если видео вам было полезным, то поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, включите колокольчик для напоминания новых видео. И, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями. А мы будем на сегодня завершать. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. Сейчас у вас на экране появилась парочка моих видео. Посмотрите их. Это о том, как изменить судьбу о процессинге счастья. И более полная практика процессинга. Вы сможете ее применять самостоятельно на ежедневной основе. Также мой сайт и подписка на мой канал. Подписывайтесь, заходите на сайт. Там больше информации обо мне и о техниках улучшения качества жизни. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи и всего самого наилучшего.